Последние десятилетия Холодной войны Итальянской Мангусты, Южноафриканского Руи Фальк И, конечно же, французско-немецкого Тигра Командование советских войск хотело получить многозадачность А командованию войск западных в первую очередь нужны были истребители танков Иностранные генералы резонно опасались бронированной армады СССР И потому отчаянно искали способы остановить её ещё на подходе Стоявшая на вооружении лёгкая техника, вроде вертолётов «Газель» Просто не обладала нужными характеристиками для этой задачи Разработкой нового вертолёта занялась компания «Еврокоптер» Совместное предприятие французской «Аэроспасиаль» И немецкой мессершмитт «Бёльковблом» Европейцы создавали машину по последнему слову техники Новинка должна была стать малозаметным, манёвренным боевым вертолётом Из композитных материалов, который смог бы скрываться даже от самых современных ЗРК Программа разработки началась в 1984 году Но пару лет спустя была приостановлена Чиновников смутили миллионы долларов, необходимые для доводки проекта до конца Конечно, в итоге военный взгляд на проблему победил — желание сэкономить После чего работа над машиной продолжилась Аккурат к завершению холодной войны Зарубежные аналоги «Тигра», в том числе российские К-50 и Ми-28, застряли в производственном аду Машина «Еврокоптер» также оказалась в подвешенном состоянии Франция и Германия размышляли, так ли им нужен этот вертолёт А с иностранными заказчиками договориться не получалось Через несколько лет доработки серийное производство «Тигра» всё-таки началось, но уже в двухтысячных годах Тираж вертолёта составил чуть меньше двух сотен экземпляров, вместо запланированных 500 Да и состав заказчиков поменялся, новинку также закупили Испания и Австралия Но долгие годы работы того стоили На момент принятия на вооружение «Тигр» можно было смело назвать Одним из лучших боевых вертолётов в мире Потому что конструкторы действительно постарались довести каждый его компонент до совершенства Компьютерное оборудование заметно облегчало работу экипажа И позволяло фокусироваться на четырёх и более целях одновременно Прочный фюзеляж вполне мог выдержать пару попаданий из 23-мм пушек Но при этом оставался лёгким, благодаря композитным материалам К тому же инженеры вложились в понижение радиолокационной, инфракрасной и акустической сигнатур Чтобы повысить выживаемость машины Франция, Германия и страны-заказчики получили индивидуальные варианты «Тигра», адаптированные под разные требования Например, немцы, начиная с 90-х годов, хотели сделать что-то более многоцелевое, чем простой истребитель танков Помимо расширенной номенклатуры неуправляемых ракет, зенитных «Стингеров» и противотанковых «Хот-3» Немецкий вариант вертолёта оборудовали под универсальные ракеты «Тригад» или «Парс-3» Высокоточный комплекс немецкой разработки можно применять для уничтожения бронетехники и различных укреплений По системе выстрелил и забыл на дистанциях до 5 километров Оригинальные французские «Тигры» получили название «Эликоптер Дапуи Протексьон», а модернизированные «Эликоптер Дапуи Деструксьон» Последние оснащены американскими ракетами «Хеллфайр», а также 30-мм автоматической пушкой для поражения пехоты и лёгкой бронетехники Испания получила ударную модификацию ХЭАД, Австралия — разведывательную Кроме доработки под специфические требования, обе страны рассчитывали позже получить обновления для машины Вроде новой бортовой электроники и модернизации под более современное вооружение Но время внесло в эти планы свои коррективы В конце 2010-х австралийцы решили списать «Тигры» и заменить их на самые современные вертолёты «Апач» По подсчётам военных, содержание и обслуживание первых стоило значительно дороже, чем расходы на вторые Не говоря уже об устаревании К тому же при меньшей стоимости американский вертолёт выигрывал у европейского в плане возможностей Так что выбор был очевиден Да и в Европе боевая вахта «Тигров» проходила совсем не безоблачно Разработка и эксплуатация немецких ракет «Тригад» обернулась многочисленными проблемами А поддержание нынешнего парка вертолётов оказалось слишком дорогим Поэтому Германия решила отказаться от комплексного обновления вертолётов по стандарту Марк 3 Бундесвер собирается списывать «Тигры» в следующем десятилетии А Франция — приблизительно через 20 лет Но несмотря на свою сложную судьбу Ударные вертолёты «Еврокоптер Тайгер» остаются современными боевыми машинами с большими возможностями А что вы думаете о них? Расскажите об этом в комментариях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!